Офисный компьютер едва справляется с работой профессиональной графической программы. На создание шести плакатов у Ирины Карпенко ушло две недели, а идея рисунков появилась мгновенно. В честь столетия социальной защиты наш министерс социального развития проводит конкурс. Называется «К тебе обращается плакат». Ну и решил поучаствовать. Откуда идея появилась? Ну не знаю. Легла вечером, когда спать ложилась, дала себе установку. Надо придумать шесть плакатов. Утром встала и придумала. Всё. То есть вот очень просто. Конкурс проводится в пяти номинациях, посвященных милосердию, экологии и социальной поддержке. Но плакатов шесть с запасом. Коллеги отнеслись к работе Ирины с пониманием и всячески поддерживают. Работа, конечно, довольно трудоёмкая. Занимает очень много времени. По поводу советов, да, было дело, были вопросы по поводу цветовой гаммы, контрасты. Собственно, пытался подсказать по своему скромному мнению. В каждом плакате масса деталей и нюансов. Основной призыв, как и положено, заметнее всего. Центральное место занимает логотип Министерства социального развития Московской области. Вся эта скрупулёзная работа проделана не ради славы, а для пользы родного центра. Призовые места там получают по 10 баллов. Учреждениям дают в рейтинге 10 баллов. А человек, кто победил, тот получает, по-моему, благодарность министра и возможность с ним сфотографироваться. У нас в системе социальной защиты рейтинговая система сделана. И учреждения, каждое учреждение, они получают определённые баллы. И по итогам баллов в конце месяца там уже смотрится, какое место учреждение занимает. Рисует Ирина с детства. Детское увлечение превратилось в любимое хобби, цель которого – дарить радость людям. Вот это рисовали тоже вместе там со знакомой, когда у нас готовилось открытие детской реабилитации. Мы тут днями и ночами реально сидели с 9 утра до 9 вечера, суббота, воскресенье, вообще без выходных. Делали всё вот это, готовились. Эти рисунки на стенах детского реабилитационного отделения также показывают и высокий профессиональный уровень художницы. У детей появляется настроение смотреть не в пустую стену, что они как бы не одни, а с ними присутствуют. Я думаю, что это как летучая мышь какая-то, на них смотрят улыбающийся, такой более мультифляционный пейзаж. Но здесь вот видите, как у нас как бы ростомер, и вот наши маленькие котятки измеряют вам ваш рост. И к конкурсному заданию Ирина подошла как настоящий профессионал. Они будут это делать на билбордах и перетяжках вдоль дорог. То есть я, прежде чем даже рисовать, я читала правила там размещения вот на билбордах, как вообще всё это оформляется. То есть я делала с расчётом, что может быть, но я надеюсь, мои плакаты будут красоваться на дорогах. Сразу после того, как плакаты были напечатаны, их отправили в Министерство социального развития Московской области. Итоги конкурса будут подведены в ближайшую неделю. Максим Козлов, Владимир Андрианов, Елена Кошелева. Видное ТВ.